Привет, дорогие друзья, с вами Розе, и это обновление 12.07. Добавляется новое подземелье-разлом под названием Замок Марлука. Это будет открываться случайный разлом, 3-4 сервера будет как-то рандомным образом выбираться. Открываться будет также в случайное время, но в будущем могут быть какие-то изменения. А одновременно открываются несколько разломов. Персонажи сервера, где открывается разлом, могут войти в него с помощью иконки Разлом, рядом с мини-картой. Персонажи 70 уровня и выше, существует ограничение на количество людей, входящих в разлом. То есть, если вы не сможете войти, то значит люди уже набрались. Будете находиться в лобби. Когда время ожидания истекает, вы входите в зону охоты. Вот видим 3 зоны охоты, граница разлома, земля Чистилища, алтарь Алчности. Именно в алтаре Алчности будет появляться босс Марлук. Если его за час не убить, то он исчезает. За победу над боссом дается итем. Человек, который поднял этот итем, юзает на 80 окружающих человек. Получаете легендарный свиток, есть награда 100% это чистый эликсир, зелье развития разлома 30%, очень вкусно. Окаменелось разлома, это итем для покупки. Случайная награда, фрагмент рецепта создания легендарного предмета. Эликсирный порошок, чистый эликсир. Это случайная награда. Также там будут стоять NPC. У этого NPC можно купить тоже разные итемы. Эликсирный порошок, зелье пробуждения, среднего и высокого качества. Требуется камень неолостей. Так, вода благостоянная, магический камень разлома. Камень души разлома, вот. Появляются новые три агатиона. Это получается на одну штучку. Можно 10 штучек где-нибудь покупать. Так, это крафтовые агатионы. Вот видим 10% шанс. Видим редкий агатиончик, 5% шанс. Нужно уже 100 камней души разлома. Гаррет, тоже 5%, как и редкий, но уже 400. Угу, итема. Чтобы попробовать скрафтить, 10 миллионов адены героические. Гаррет, чистый эликсир можно создать за эликсирный порошок, да. Угу, очень интересненько. Это вот он, да, эликсирный порошочек, 5 штучек. Шанс успеха 50%. Ну, что-нибудь плохо. Видим магический камень разлома, можно добавить в коллекцию. Давайте также посмотрим на новых агатионов. Начнем с улучшенного. Кровососущий злой дух Мазай. Вот видим такой прикольный агатиончик, который закрывает колы, крит атаку. Вот это закрыть бы его точность умений. Каим ванул от обычных атак. Снижение урона, крит атака. Это видно гаррет. Давайте перейдем. Увеличить шанс удержания. Две защиты, два порон в пвп. Плюс два выноса. Увеличение урона от умений. Мне нравится, что если мы как-то его получим, то он очень много колы закрывает. Новые предметы, которые будут выбиваться в этом разломе. От жерелья марлука, кольцо разлома и пояс разлома. И также добавлены коллекции с этими предметами и не только. Магический камень разлома, который покупается за каменелости. Точится символ дерзости. Который покупается в башне дерзости. Который можно купить за кристаллы дерзости. Также видим кучу коллекций. Все, пояс разлома это улучшенный. Зелененький пояс. Видим с ним много кол, но тут плюс первый пояс. Сердоликовое кольцо. Черное кольцо плюс пять. Вот видим появляются с новыми предметами коллекции и не только. Так, храм зепара Леона. Зикхард. Эрика Бартс. Также что-то изменили в предметах, которые можно покупать. Замка. Для владельцев замка. Добавлен сундук храма с легендарной книгой умений на выбор, которую можно купить за ордена. Книга об истории королевства Адена. Обновлены коллекции. Также добавили, что гудиновские свитки можно переработать в знаки поручения. И также добавили, я не знаю давно ли это добавили, так, то что теперь удобно. Они как-то сделали 100 свитков 27 тысяч, да, и теперь можно, там было максимально 99, сейчас 1000, ну, можно, ну, наверное, 99 до 99 максимум, да. Первый ивент 12.30 и в 20.30 будет появляться буйный золотой кролик, кроме воскресенья. Пасека, долина ящеров, ангельский водопад. Это одновременно они будут появляться, но это как золотая свинья была. Вот, 100% шанс получения, если вы, там, нанесли один урон. Также с дополнительной вероятностью, да. Сундук с сокровищами золотого кролика. Также самый кристалл, улучшенный кристалл, сиящая антикварная вещь. Можно получить рандомное количество, 100% шанс получения. И также можно получить дополнительно ордена или знак поручения рандомно. Так, это дополнительные сундучки, тут видим магический пергамент, цветок битвы, да, свитки модификации, бласовенный цветок модификации, круто. Кристаллы души высокого качества. Зелье пробуждения, реликвия энергии. Мешочек золотого кролика с припасами, да. Магические фрагменты нового измерения. Чистый эликсир, можно получить один из двух предметов. И также 100% шанс. Зелье пробуждения низкого качества, реликвия энергии 10 штук. И большое зелье исцеления от 10 до 20 штучек. У нас появляется пропуск, который мы покупаем за адену. Так, давайте посмотрим, тут что-то очень интересное. Вот, убить 10 боссов острого пробуждения. 30 очков пробуждения, да. Очки на прохождение пропуска. Победа над боссами группового подземелья. А так больше я не вижу вкусняшек за прохождением. Финальная награда Виталка. Премиум награда только Виталка. Тут расходнички в сундучках. Карты класса. Обычные, редкие. Опять расходнички. Ну, такой пропуск. Так, идем дальше. Бонус. Вот такой вот бонус за 1500 алмазов. Ежедневная награда 11 раз улучшенный легендарный. Видим, за первый день ордена славы. Очень неплохо. 400 тысяч орденов славы. Это минимум, что вы можете получить. Второй день у нас редкий героический. Вот эти бутылечки. 3000 очков пробуждения. Вообще, вообще. И финальная награда. Случайный героический агатен. Очень вкусная награда, но 1500 алмазов. И также очень крутая. Считаю тоже очень крутой, потому что финальная награда. Это случайная душа героическая. Героическая. Так, перед финальной тут карты 6 раз. Так, вот такой сундучок. Магический пергамент вижу. Свитки модификации. Сундук со свитками. Ну, такое. По тысяче виталочки еще. Ежедневно. Так, и завершающий ивент. Это писемка, которая будет приходить 9 часов. Энергия НХСАД. И расходнички, свитки модификации с определенной вероятностью. Донат магазин. Видим, что смена класса ушла. Часики, сундук с часиками. Что мы можем крафтить за часики? Давайте посмотрим. Героический доспех на выбор. Героические набедренники на выбор. Шанс 10%. Так, 1%, 1%. Спехами падшего ангела. Очень интересные предметы. Слушайте. Так, карты улучшены легендарные. Карты улучшены героические по 3 раза. Так, ордена славы. Знаки поручения. Пособие высшего качества. Реликвия энергии. Кристалл души веры. И вот такой вот знак создания. За который можно еще дополнительно создать карты. Зелье пробуждения. Сундук с руной на выбор. Вот такое вот обновление. С вами был дядюшка Розе. Слава Адену. Слава Адену.